Прямо из окна проезжавшего на большой скорости по мосту фургона кто-то выбросил кота. Мальчик и его мама ехали в этот момент в автомобиле и увидели то, что произошло с несчастным питомцем. Женщина не знала, что делать, она лишь громко закричала. В отличие от её сына, который тут сказал маме остановить машину, чтобы забрать кота с проезжей части. Подросток не растерялся и тут же поспешил на помощь к питомцу, который был напуган до ужаса. Подобрать выброшенную кошку оказалось нелегко. Дело происходило на оживлённом, скоростном шоссе, и по нему на высокой скорости ехало немало машин. Да и сам кот оказался, ну, в очень невыгодном положении, он практически падал с моста, цепляясь всеми своими силами за эстакаду. Подросток понял, времени у него мало, чтоб успеть спасти котейку. Как отметил в интервью Гевин. Кошку просто вышвырнули из окна фургона, ехавшего по магистрали мимо нас, и у меня была только одна мысль, как бы быстрее добежать до него и спасти его. Я просто вышел из авто и поднял руку, пошёл против движения машин, водители всё прекрасно понимали и останавливались. Подойдя к коту, я увидел, что животное еле держалось, и его маленькое тельце уже просто висело в воздухе. Животные прекрасно чувствуют отношение к себе. Котэ после своего спасения просто не отходило от паренька ни на шаг. В отношении водителя, совершившего такое. Он просто уехал с места происшествия, но полиция уже приступила к поиску человека, совершившего это. Парень закономерно задаёт вопрос. Почему стоило поступать именно так, а не выпустить кота в поле, дав ему просто уйти? Мать и подросток отвезли спасённое животное ветеринарам, врачи осмотрели кошку и выдали свой вердикт, что с ним всё в порядке, и сам полёт прошёл для него практически без последствий. Единственное. Кошка немного повредила коготки, которыми отчаянно цеплялась за покрытие дорожного полотна, и немного потянула, ушибла спину при падении на мост из окна авто. Когда они рассчитывались за услуги ветеринаров. Один из друзей паренька на Фейсбук предложил сам покрыть их, поскольку восхищён его мужеством и быстротой реакции. Мама подростка. Эрин Браун заметила тесную связь, возникшую между спасённым животным и её сыном, и она весьма рада тому, что у её мальчика такое доброе сердце. Потому кошку решили оставить себе, и назвали её счастливчик, и это имя полностью отображает всю суть ситуации. Прочитав статью. Обязательно поделитесь ею с друзьями, ведь мир должен знать, что в нём ещё есть такие благородные и добрые люди, как этот подросток. Дорогие зрители. Если вам понравилась история, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания. Продолжение следует.